С одной из сторон финального матча прошедшего турнира по мини-футболу мы поговорили, настало время ответить и победителю серии игр. Напомним, что в прошлые выходные прошли игры по мини-футболу среди банков Приднестровья и команды Госслужбы СМИ. В финале одержала победу сборная Агропромбанка. Поговорим с капитаном команды Алексеем Николаевым. Доброе утро! Доброе утро! Алексей, первый вопрос. Тяжело было провести три матча и еще и в конце выиграть? За два дня, да? Да, конечно. Учитывая то, что в команде у нас были игроки, которые не тренируются постоянно, в основном они больше заняты работой и на тренировки по футболу ходят редко, конечно, это все всем далось не очень легко. Плюс сыграла и погода. Было жарко. И поэтому всем было очень тяжело играть. Кстати, о тренировках. Как у вас проходят тренировки? Как часто? И кто вас тренирует? И кто, да, вас тренирует? До этого турнира тренировки проходили очень редко. И мы командой Агропромбанка, в принципе, не тренировались. Но вот предложение, которое мы получили, заставило нас организоваться. Мы начали собираться последние две-три недели два раза в неделю. Вот это помогло нам немножко подготовиться к турниру. Алексей, ну вот скажите, вы как капитан команды, как считаете, что важнее быть на поле, в частности в финале? Быть морально крепким или физически сильнее просто? Ну, наверное, все-таки моральное состояние. Организованность, желание победить, она все-таки бьет и класс, и силу. Поэтому если команда организована, чем наша команда может похвастаться, я считаю, именно организованность помогла нам выиграть. Вот. Если команда организована, она победит любого соперника. У вас на тренировках проходили какие-то, помимо физических подготовок, еще и моральную установку, там йога, я не знаю, что это такое? Да. Йоги не было, к йоге мы не готовы. Думаю, что половина состава, да, может быть, на следующий турнир по йоге. На тренировке, да, у нас была встреча установочная, скажем так, на которой мы говорили о том, что самое главное быть единой командой, не придираться кому-то, у кого чего-то там не получилось, быть нацеленными на победу, помогать друг другу, подсказывать, подстраховывать. Вот. Что, в принципе, у нас, я считаю, очень хорошо получилось. А вот в финале ожидали ли вы соперника такого от госслужбы СМИ? И как вы вообще оцениваете? Как вы оценивали и как до сих пор оцениваете нашу команду? Ну, в первый день турнирный мы пришли пораньше именно для того, чтобы понаблюдать за нашими соперниками. И, в принципе, сразу же определили двух основных конкурентов в борьбе за первое место. Это команда ипотечного и команда службы средств массовой информации, государственной службы. Сразу прям выделили, да? Ну, команда отличалась. У вас есть хорошие ребята, которые, видно, что занимались когда-то профессиональным футболом. И мы уже с первого дня планировали, как мы будем выстраивать защиту против этих ребят. Напоследок нам бы хотелось услышать ваши пожелания для наших телезрителей. Друзья, ведите активный образ жизни, занимайтесь спортом, будьте бодры и добры. Удачи. Спасибо вам большое. Мы еще раз вас поздравляем с победой и надеемся, что в дальнейшем и вы, и мы будем одерживать победы только. Ну, либо вы, либо мы. Хорошо, я верю. Хорошего вам дня и спасибо, что были с нами этим утром. Спасибо вам. В беседе с гостем мы затронули важный момент для любого спортсмена – психологическое состояние футболиста в частности. Насколько важно быть устойчивым морально и как это может повлиять на общее состояние, предлагаем узнать из следующего сюжета.